Братцы, привет! Мне самому не верится, но мы официально дождались. Премиальный сезон наконец-то стартовал, и вместе с ним на киноогонь возвращаются краткие пересказы. В том году Корона убила наш третий краткий пересказ. Каны, мы его только добавили, его тут же хрять и нету. В этом году Корона перенесла все основные премии. Золотой глобус обычно проходит в первую неделю января, а в этот раз мы говорим про него в начале весны. И он получился таким же, как эта самая весна. Серым, промозглым, слякотным и подтекающим. Или нет, не таким. Узнаем в кратком пересказе от киноогонь. Меня зовут Петр, поехали! Театр начинается с вешалки, а краткий пересказ на киноогонь с костюмом и прическом. Ребята, вы бы знали, как я сам соскучился. По этой атмосфере красных ковровых дорожек, пафос, гламур, дрогущие наря... Что? Что значит церемония была ужата и проводилась по видеосвязи? Это прикол какой-то? Мы стали свидетелями поистине исторического награждения. Из-за коронавируса в США все еще достаточно серьезные ограничения, а потому собрать зал знаменитостей в одном месте было попросту невозможно. Вживую на награждении присутствовали только ведущие и объявляющие номинации. Все остальные сидели дома и выходили в эфир через сеть. Золотой глобус по Зуму из дома? То есть вы мне хотите сейчас сказать, что мы теперь наравне со всеми знаменитостями, тоже в понтовых пафосных шмотках выпендриваемся на фоне самых обычных дешманских обоев? Черт возьми, да это же наш шанс! Мы создадим шоу не хуже Золотого глобуса! Краткий пересказ по Зуму в формате онлайн-конференции. Сегодня к нам будут подключаться в прямом эфире со всего мира Антон Лапенко, Евгений Баженов, Артем Кадзакреп, Чак, Сокол и многие другие. Однако это чуть позже, а пока какая-никакая красная ковровая дорожка. Лаверна Кокс, выходившая в эфир одной из первых, идеально проиллюстрировала абсурдность ситуации. Индустрия привыкла к пафосу наград. Модельеры привыкли, что это заметный публичный смотр, никто не готов от этого отказаться, но в домашних условиях все выглядит невероятно уморительно. И это понимали, поэтому многие звезды, например, Эль Фаннинг, отдельно красиво фотографировались для соцсетей, чтобы показать наряд, а потом выходили в эфир и выглядели как обычные работяги на корпорате в Зуме. Вебка убивала весь гламур. Так что если вам кажется, что я похож на заросшего Харламова, то нет, это меня тоже камера душит. На самом деле я на фотографиях, ребят, как Мэтт Дэймон в лучшие годы. И вообще, я сейчас подумал, вы представляете, у них же там и обувь наверняка дизайнерская, а как ее-то показывать в эфире, если не на фотографиях, типа... Нет, в этих брюках не поднять. Видно. Вроде да. Фух, отработал контракт. Джиллиан Андерсон подобрала платье, по которому можно узнать, где север. На той стороне растет мох. Никола Кафлан сфоткалась на улице, потому что в таком эверсайзе домой не зайти. У Лесли Одема-младшего не топили, так что пришлось сидеть в водолазке-рубашке, в пиджаке. А вот у Кейт Хадсон, наоборот, жарили по-страшному. А Джаред Лето всех обманул. Запостил фото со спертым у Петрова свитером. Все думали, нас ждет Текст-2 с Джаредом Лето. Шедевр! А он на самой церемонии разоделся в желтый костюм с цветочком. Вот хитрец. Впрочем, чего еще ждать от человека, который 23 года декларирует, что до Марс 30 секунд, но все еще почему-то тусит на земле. Еще один хитрец, Дэниел Леви, тоже в желтом костюме и тоже пытается скрыть от нас правду. Надеется, что мы не заметим его золотую кольчугу. Очевидно, он был готов драться за награды в этот день любыми способами. Перед началом Золотой Глобус в Твиттере запостил опрос. Если бы кто-то из знаменитостей мог вести аккаунт премии, кого бы пользователи предпочли? Дэн Леви проиграл в опросе Саре Полсон. И пожалуйста. Просто гипс, конечно, роскошный, стильный, но елы-палы. Дэниел, ты правда думал, что если у тебя отличная налочная прическа, а у нас нет никаких улик, тебе это сойдет с рук? Ты думаешь, тут некому применить дедукцию? Между тем, Эмма Корин орли кинела. Широхас почесала запястье, а Николь Кидман слишком буквально восприняла необходимость найти цепляющий образ. Джен Юри Джонс надела платье прямиком из азбуки. Буква А. Алый. Но помимо этого, за образом скрывается и одна из крутейших историй вечера. Джонс воссоздала свой наряд десятилетней давности с вот этой фотографией, на которой, кстати, не случайная девочка. Это Кирнан Шибко, новая Сабрина. И это часть продуманного плана. Она тоже закосплеила свой детский образ. Получился гениальный флэшбэк. Флэшбэк организовали и Саша Барон Коэн, Сайлэй Фишер. Правда, прямиком в 2007-й они продемонстрировали эмо-комбинацию нарядов. Аманда Сайфред пробовалась для сиквела «Солнцестояние». Там винки будут носить на локтях. Мария Бакалова оправдывала свою фамилию. А вот на этом скриншоте, если присмотреться, можно заметить Реджину Кинг. Потому что все внимание забрал хороший мальчик на заднем плане. Женщине даже пришлось отдельно запостить фото наряда, чтобы люди хоть как-то обратили внимание на проблему, которую тот поднимает линьку чешуи у русалок. Но, кстати, не все из звезд были дома. Некоторые из них на съемках по всему миру. И Розамунд Пайк в пустом отеле сняла абсолютно легендарное видео, которому даже мои комментарии не нужны. Надеюсь, это тизер «Исчезнувшие 2». О, елы-палы. Чувствую какую-то острую недостаточность классных фотографий с красной ковровой дорожки. Кажется, надо еще. Давайте посмотрим на фотографии приехавших вживую ведущих и объявляющих. Там тоже наверняка... Ой, что-то классное должно быть. Тиффани Хэдниш смогла приехать, потому что уже чипировалась многократно. Джейн Фонда ничего не боится, ведь она третья ртуть из параллельной вселенной ждите ее в Марвел. А Кристиан Слейтер заскочил, потому что... Если он приболеет, то... Не сорвет никакие съемки. Лора Дерн приехала ради бизнеса. Она барыжила кольцами. С ног. У нее закупилась Синтия Рива, и это очень удачно дополнило ее образ фисташкового валанчика. Зури Холл прибыла в душевом комплекте. Платенца плюс ковер. Брайс Даллас Ховард надела костюм, медленно мимикрирующий под окружающую среду. А портной Софии Карсон ошибся с размером примерно на 16хл, так что пришлось пришить платью розовую часть. У церемонии Золотого Глобуса есть символические послы. Обычно это дети кого-то из звезд. И в этом году ими были Джексон и Сэтчел Ли. Их отец Спайк не присутствовал и не смог проследить за нарядами малышни. А они все перепутали. Пришли в домашнем. Хотя как раз они-то дома не сидели, был бы уместнее в халатике-то по Зуму. Марго Робине понравилось ее черное платье, так что она истыкала его за маской. Анжела Бассет давно не водила наряд к парикмахеру. Кристен Уик постирала все свои вещи, кроме одной юбки. Но, к счастью, это была миди, а не мини. Кстати, знакомьтесь. Это Тахар Рахим, звезда мавританца. И сейчас он будет заговаривать всех зрительниц этого видео на лайк. Заговорить на лайк зрителей мужского пола могла бы Гальгадот, но все-таки премию за лучший лук дня мы отдаем Ане Тейлор-Джоя. Гипнотизирующее видео со съемок ее фотосета уже и так бороздит просторы сети. Так что я надеюсь и лайк уже стоит. Линда Драйсдейл неплохо пережила потерю дома отца мужа и сына за одну неделю. Смело можем взять с нее пример, как говорится, когда жизнь дает тебе лимон, сделай из него платье. Но все-таки в пятерку номинантов на самый яркий наряд она не вошла. Ведь там номинировались. Виола Дэвис и ее наряд из ЛСД Чупа-Чупсов. Селеста и ее костюм, символизирующий цветовую карту картофельного поля. Аква Фина и ее платье в виде 53-слойного тортика. Сьюзан Келечи Уотсон и ее космотрип Понча. А также Джо Эллен Пелман с платьем из шести кусков ткани, соответствующим мнемоническому правилу. Подпишитесь, пожалуйста, с колокольчиком на киноогонь. На фото цвет может быть немного искажен, но я вас уверяю, это именно те оттенки, которые там указаны. А победителем стала Сальма Хайка и ее красное платье. Его невозможно не наградить, тем более, что вспоминая карьеру Сальмы, она и ушатать может. Ну а если вас не ушатала красная ковровая дорожка, то поздравляю, вы дожили до самой премии. Ну почти. Отдельная фишка этого года. Зрители Золотого Глобуса смогли оценить не только костюмы и прически, но и домашнее убранство. У некоторых звезд, например, в Твиттере популярный аккаунт RoomRater добрался до десятка квартир. Джаред Лето, Аня, Тейлор Джой, Дон Чидл и еще пара человек получили высший балл. Олен Фаррелл получил семерочку, зато у него пасхалка в виде Глобуса. Ну а хуже всего выступил Джефф Дэниелс. У него и со светом беда, и в квартире какая-то дичь творится. Куда ведут все эти двери? Если он сидит в комнате, а не в коридоре, то какой план дома? Есть ли там дверь в Нарнию? Или это офис меняющих реальность? Так мало ответов, так много вопросов. Все еще меньше, чем дверей, но все же. В этом году премия еще до начала попала под серьезный прессинг СМИ и общественности. Лос-Анджелес Таймс раскопали, что, во-первых, Нетфликс свозил 30 из 87 участников жюри на съемки сериала Эмили в Париже в... Ну, наверное, вы догадываетесь, какой город, и премию обвинили в коррупции. Правда, представители коллегии заявили, что это нормальная практика, Эмили не уникальный и не показательный случай, но интрига оставалась. Получит ли посредственно оцененный сериал не только номинации, но и премии? Вторая претензия по нынешним временам даже куда более опасная. Выяснилось, что из 87 участников жюри нет ни одного темнокожего. Более того, ранее они подавали свои заявки, их кандидатуры отклоняли. Глобус ответил, что исправит ситуацию в ближайшее время, И еще неловко поотмазывался на самой церемонии, но движение Глобус Время вышло. Это не остановило, хотя оно и не было шокирующим масштабным, Как тоже Время вышло, посвященное домогательствам пару лет назад. А вы вообще знаете что? К черту эту тему. Поехали, про награды поговорим. Ведущими церемонии в четвертый раз были Тина Фэй и Эми Поллер, Но в этот раз они впервые общались с разных концов США. Одна была на сцене в Лос-Анджелесе, а другая в студии в Нью-Йорке. Они даже кекнули, что всегда так записывались, Протянули руки друг другу через пространство, А следом пошли премии, и первую объявляла Лора Дерн. И с видеосвязью сразу же произошел курьез. Лучшим актером второго плана назвали Дэниела Калую, И у него была заготовлена серьезная речь, но в видеосвязи не работал микрофон, И его никто не услышал. Дерн прямо на сцене сковал кринж. Она извинилась за неполадки, сделала отводку, И убежала за кулисы, довольно неловкая. Как тут у Калуи заработал микрофон, он вернулся в эфир и начал все заново. Пф, типичная зум-конференция, ей-богу. Хорошо, хоть у Калуи фильтр кота не стоял. Следом, приз за лучшую мужскую роль второго плана на ТВ забрал Джон Боега, И кроме шуток, я не знал, что так будет, Но он реально задирал ногу в кадр, чтобы показать обувь. Так, бежите. Это что, я могу видеть будущее? Да, я что-то вижу. Я... Я вижу, что... У нас на связи первый гость в нашей зум-конференции! И с ним мы обсудим, почему у Джона Боеги такая странная прическа. С нами на связи из Лондона. В прямом эфире великий сыщик Пит Ролмс. Да, здравствуйте, Петр. Это элементарная загадка. Как вы уже упоминали, в эфире Дэн Леви был готов драться за каждый приз, а Боега был в номинации именно с ним. Так что он выбрил на голове Джона Паука, проткнутого копьем, чтобы тот постеснялся выйти в эфир и не забрал награду. Но не сработало. Спасибо. Звучит правдоподобно. Следующая номинация лучшая актриса в комедийном сериале, и ее забрала Кэтри Нухара за Шицкрик. Все выдохнули, потому что не Эмили в Париже, коррупция не зашла так далеко, а дальше Глобус и вовсе стал душевным. Награду за анимацию забрала душа. И это чертовски греет душу. Премия не стала душной, не задушила фаворита, не отправила меня плакать под душ в Душанбе, слушая депрессивный соул. Марк Руффало получил приз за роль близнецов «Я знаю, что это правда», а награду за лучший сценарий забрал Аарон Соркин, автор «Суда над Чикагской семеркой» и лучшего фильма года, по мнению меня. Так что вы можете догадаться, кто повлиял на это решение. Подожди, повторяй за мной. И золотой глобус получает... И золотой глобус получает... Суда над Чикагской семеркой. А это точно надо? Обязательно надо. Обязательно. Аарон Соркин принимал награду из дома. Народу у него было много, а вот половой диверсификации мало. Как он вообще живет? Это все его семья? А если это не семья, то кто это тогда вообще? Так много вопросов. Так мало мужчин. Эмма Корин, сыгравшая в Короне принцессу Диану, получила приз, обойдя даже свою коллегу Оливию Колман, но та ни капли не загрустила и даже исполнила феерический праздничный танец. Главный фанат Короны на нашем канале Владимир также исполнил свой танец, но он человек более современный, более открытый миру, так что это видео мы вам показать не можем. Кстати, перед этим объявлением Сара Полсон продемонстрировала зрителям Глобуса свою собаку, а Корин в ответ кошку. Комбо получилось эпичное. Статуэтку за лучшую песню забрала Йоси из фильма «Жизнь вперед». И вот как она звучит. А нет, извините, это моя реакция на песню победителя. Впрочем, справедливости ради, она звучит все еще интереснее, чем песня «Победитель». Как и реакция автора песни «Победителя» тоже интереснее, чем сама песня. Далее вручалась премия за лучший саундтрек, и это была единственная номинация довода Кристофер Нолана, в котором гениальная музыка, которую я прослушал под работу, и не под работу, уже примерно 14 тысяч раз и победил. Конечно же, душа. Слушайте, а это можно как-то инвертировать? Ну, в смысле нельзя? Победу Ла-Ла-Лэнда тогда же как-то инвертировали. Ладно, ладно, шутка. У души тоже блестящий саундтрек, шикарно контрастный, мрачноватый эмбиент от Резнера и Росса, а также стильный джаз от Джона Батиста, как раз принимавшего приз. Короче, по добродушному великодушно душу не задушили бездушные душнари с душком, доведшие довод до душераздирающих проводов. Душевно душинки, как подушили духом душу с покаривающими. На очереди шла награда за лучшую мужскую роль в ТВ-комедии, и ее, по всем прогнозам, должен был забирать Юджин Леви за Шитцкрик, который за последний сезон награждали, как в последний раз. Но внезапно Глобус совершил поворот и исполнил мою главную мечту. Наградил Джейсона Судейкиса за Теда Ласса. Это стало таким шок-контентом для всех, что сам Судейкис затупил в речи секунд 30, просто повторяя это безумие, и пытаясь собраться с мыслями, чтобы вспомнить, кого надо поблагодарить. И к тому же он единственный из номинантов за Билл Болт на дресс-код и сидел в разноцветной толстовочке, пока его слушали ребята в стильных серьезных пиджаках. Так, подождите. А так можно было, что ли? А какого черта я тогда тут стою, потею битый час в этом костюме дурацком? Густой, какой Судейкис гений, реально. Это дела со одни ценные советы. И тут просто человеку памятник надо поставить. Бюст усов. Лучшую ТВ-комедию забрал Шитскрик, все выдохнули еще раз, ведь точно теперь Эмили в Париже не получит никаких премий. Прямо сегодня никого не казнят за коррупцию, а дальше вручалась премия лучшей актрисе в комедии или мюзикле, и ее забрал Розамунд Пайк за аферистку. Фильм уже выгреб от зрителей посредственной оценки, но жюри увидело, какой Пайк может быть опасной, и как высоко может бить ногой, так что переходить ей дорогу не решились, даже несмотря на то, что у Кейт Хадсон в комнате собралась вся родня, то есть тупо больше людей, это опаснее. Ну, в смысле, вы реально посмотрите, походу это буквально вся родня, что была. Кстати, напомните, а из-за чего они изначально все в одном месте не собрались? Что-то такое на языке вертится. Вот на К начинается, на Аронавирус заканчивается. Пожалуй, самым ярким объявляющим в эту ночь стал Бен Стиллер. Он шокировал зал ядреной сединой и объявил, что стареет, и решил окончательно смириться с белыми волосами, а заодно рассказал, что на изоляции научился выпечке и испек золотой глобус. А вот есть ощущение, да, что он посидел прямо в процессе готовки вот этого чуда, да? А вот дальше на глобусе начались некоторые странности. Да, это все победители говорили довольно долго и охотно, даже было непривычно, ведь есть негласное правило 45 секунд, но тут организаторы начали подозревать, что не рассчитали тайминги и могут вылезти за отведенное эфирное время, поэтому, когда награду за корону взял Джошу Коннор, он сказал формальную часть речи, а затем перешел к важному разговору о благотворительности, и тут его начали глушить музыкой. Получилось как-то не очень, а дальше-то ситуация с таймингами только прогрессировала. Зато Аль Пачино выглядел как человек, который вообще не парится ни по этому, ни по какому другому поводу. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победил... Нет, не еще по одной. Победил фильм «Минари», и это в целом можно понять. С «Минари» связана скандальная история. Вообще-то это американский фильм, снятый в Америке, но в нем больше 50% диалогов на корейском, а потому по формальным правилам он считается проектом на иностранном языке и может претендовать только на одну номинацию на «Глобусе». На «Оскаре», например, он спокойно может заехать и в основные призы, а тут его прокатили, и прокатывать еще дальше было бы совсем нехорошо для премии, поэтому на морозе оставили датчан. Тем более, что им привычнее. Режиссер «Минари», кстати, отпраздновал победу с маленькой дочкой. Черт, а в плагиатр! Он же у Михалкова это подсмотрел! И по этому поводу у нас в эфире Никита Сергеевич Михалков. Никита Сергеевич, каково ваше мнение? Ты с***, что ли? По фактам. Лучшую сериальную драму забрала «Корона». Проект стал главным триумфатором сезона. Три актерских и главная статуэтки. Короче, «Корона» победила «Золотой глобус», что в такой год совершенно неудивительно. Посмотрим, выработаются ли у премии антитела на следующие сезоны, или понадобится вакцина коррумпированными поездками, или же сама «Корона» мутирует и ослабится. Джоди Фостер получила премию как лучшая актриса второго плана за мавританца, и она приняла ее эффектнее всех в пижаме, на диване, поцеловавшись с женой и попутно познакомив мир с еще одним хорошим мальчиком. Джиллиан Андерсон, забравшая следом еще один приз «Короны», конечно, проиграла в эффектности, но зато подсветила бэкстейдж, который, впрочем, такой же, как у всех. В номинации на лучшую актрису в мини-сериале Аня Тейлор-Джой обставила супер-мощных конкуренток, и, возможно, дело в названии, ведь «Ход Королевы» звучит как спин-офф «Короны», а та в этот вечер магнитила все премии. Тайминги у организаторов, между тем, окончательно сгорели. Следом премию за лучший мини-сериал получил сам «Ход Королевы», но продюсеров глушили музыкой чуть ли не сразу, плюс их было очень плохо слышно, и им удалось сказать миру буквально один интересный факт. Права на роман были выкуплены у автора в 1993-м, то есть за три года до рождения Ани Тейлор-Джой. Оу, вот эти ребята явно знают что-то про инвертирование не хуже Нолана. Лучшего актера в драме отдали без интриги, Чедвик Боузман получил награду посмертной, ее приняла его вдова, момент был трогательный, правда, опять же, скомканный из-за торопливости и экономии времени. А еще, Энтони Хопкинс не смог присутствовать в конференции, а потому вместо него повесили фото, и знаете, мне кажется, за такое распределение ЧБ и цвета на фотографиях дизайнера Глобуса стоило бы пару раз уволить. Режиссером года стала Хлои Джао, автор «Земли кочевников» главного премиального фаворита. В этот момент стало понятно, кто, судя по всему, заберет главный приз, а потому Дэвид Финчер, которого благополучно прокатили по всем фронтам, спокойно начал прибухивать прямо в эфире. Уже пошли слухи, что он поставит американский ремейк еще по одной. Следом Саша Барон Коэн утащил сразу две статуэтки как лучший актер в комедии и за, собственно, саму комедию. Они вместе с женой не стали ждать, пока призы довезут и сами их нарисовали. Справедлива ли эта победа? Узнаем у главного специалиста по комедии в России прямо сейчас Антона Лапенко. Алло? Здорово, отец. Здорово, Антон. Победа справедлива? Спасибо. У нас на связи был Антон Лапенко. Женскую роль в драме совершенно непредсказуемо забрала Андро Дэй за Соединенные Штаты против Билли Холли. Дэй. Йоу. Казалось, что в номинации с ней есть куда более весомые фавориты. И Макдорманд, и Дэвис, и Кирби, и Маллиган всем пророчили награду, а Дэй была вроде бы просто пятым именем. Но режиссером номинации выступил Эм Найт Шьямалан. В отличие от номинации лучшая драма главного гвоздя программы, где приз, согласно всем предсказаниям, забрала земля кочевников. Который и дальше пророчат все главные статуэтки. Награду принимала Хлои Джао, и, надо сказать, прием был очень душевный. И она отслютовала всем домашней кружечкой. Сидела при этом в самой простой футболке. Короче, очень крутой контраст со многими предыдущими годами, когда статуэтку забирали пафосные ребята в дорогих костюмах. Золотой глобус по Зуму получился довольно забавным. Хотя скорее по формату, нежели по номинациям, потому что они как раз вышли довольно скучненькими. Никто сильно много не выиграл. Сенсации есть, но из разряда тех, на которые наплевать, да еще и просчет с таймингами, и торопливость не дала многим моментам и речам раскрыться. Как и у нас, потому что, к сожалению, как сообщают мне редакторы, этот ролик подходит к концу, и у нас совершенно нет возможности присоединить в наш эфир Женю Баткомидиана, Артема Кадзакрепа, Сашу Сокола, Чака, других гостей, даже из Америки, из Голливуда. К сожалению, такая ситуация, извините. Спасибо, что смотрели это видео. Надеемся, вам понравилось. Лайки, подписки поставьте, там все вот это не забудьте. Ну и в завершении, пусть у вас настроение будет, как у включающегося в эфир Билла Мюррея. А пока, пока.